Третьей Интернешнл это просто беда будет. Вот именно для Доты это будет сильная беда Третьей Интернешнл. Поменьше всем беды и побольше всем классной красочной Доты. ДК против MUFC, игропад номером 2, с вами Матрикс и всем доброе утро, друзья. Проспали мы минутки 4 пикбана, ну да ладно. Старт почему-то произошел таки довольно поздний, опоздаваем мы на час по графику. Вот вся инфа на сегодняшний момент. Осталось прокомментировать мне. Три игры сегодня для вас, это конечно же игра ДК против MUFC и две игры VP против Orange. Наверное интереснейший матч будет, ну не могу сказать, что самый интересный за весь день лично для меня, но так и себе будет довольно крутой матч. Азия против Европы. VP против Liquid мы уже видели. Что еще добавить? Добавить могу, что видел я, ну и вы видели скорее всего первую игру ДК против MUFC и ДК, вы знаете, очень хорошо выглядит. MUFC тоже неплохо играют, не рандомные какие-то там действия допускают, но все равно. Примечательен тот факт, что реально во время турнира сменили капитана себе MUFC, пикал у них Winter, но теперь почему-то пикает героев товарищ TFG. TFG, too fucking good. Тренд протектор от ДК, это заявка на победу Dragon Knight, просто на FMP от них улетает, и лайфстилеры опять берут, и тренд протектор, но очень похож пик на прошлую игру, единственное, что тренд протектор там не было. Вивер, от MUFC. Ну что, самое время брать четвертого героя парням из команды ДК. Баунти Хантер, ого-гошочки. Судя по всему, БХ будет здесь в харде, в этот раз, в прошлой игре, в харде стоял Nex. Nex же будет с трендом и каким-то оранжевым суппортом фармить топ, а ДК опять пойдет в мидл. Так ли это будет, я даже не знаю, но Batrider очень гибкий герой у MUFC, может он пойти как в мид против ДК, так и в лес, на флейн, да куда угодно. Ну что, четвертый герой, вот MUFC, поехали. Что это будет, я лично пока не знаю и предположить также не могу, потому что что у этих парней в голове, я вообще без понятия. Чем понятнее в лесу будет, Batrider может быть как оффлейн, так и простите, мидлэйн и вивер тоже может быть как оффлейн, так и изи лайн саппорт. Это Винга. Хороший RJ support. Почему бы и нет? Разговорный герой. Разговорный герой. Постой, опять, отсюда. Бабы. Адемии-вы. Разговорный герой. Ну что, пятый бан, дай-ка, кого вы боитесь, кого вы берёте? Кого вы наоборот не берёте? Кого вы наоборот не берёте? Кого вы наоборот не берёте? Ну что, пятый бан от мувк ждём. Ждём этот самый пятый бан. Для того, чтобы увидеть пятый пик. 10 секунд. 10 секунд remaining. 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. 10 секунд. 10 секунд. Дум, пятым пиком от ДК. И теперь пятый пик от мувк. Что же это будет? Дарксир? Ого. Ну что, поехали. ДК против мувк. Последняя игра на сегодня. А возможно и последняя игра в турнире между этими командами. Последняя игра на сегодня между этими командами. Конечно же, не будем забывать, что еще сегодня состоится игра Virtus.pro против Orange на моем стриме. Довольно интересная для обеих команд. Но вот боюсь я, что обе команды уже под устали порядком. Ну да ладно. Что, поехали? По героям. ТФГ на Батрайдере, Линг на ДСе, товарищ Дебюлитив на Вивере, FZFZ на Чене и Винтер на Винге. Бёрнинг опять на Найксе, QQQ на Думе, Супер Драгон Найт, Ротк Баунти Хантер и ММУАй на Тренд Протекторе. Вот такие вот новости. Отправляются сразу же MUFC через топ лейн во вражеский лес поставить варды. И может быть даже и подраться, посмотрим, будут ли они готовы на это или нет. Супер. Посмотрите, как играют. Вот как играют декад. Вот такой фаст ботл через три ветки. Все равно танго вкладывается, но это пропуленная танго. Круто. Аккуратничаю, Тоби команды. Никто никуда не ломится. К слову поставленная, интересная здесь вот вард от команды MUFC. Ну, не то чтобы он особо интересный, как более там, скажем, нетипичный. Вот так вот я, наверное, больше выражусь. Насчет этого варда. Ну что, поехали. Давайте разбираться по лайнам. То что-то я уже немного так, не знаю, подрасслабился. Батрайдер против Баунти Хантера здесь у нас будет стоять. При всем этом будет бафать Баунти Хантера Ливен Арамором. На топе же будет Найкс с Трентом и Думом где-то в лесу. Ага, рисковый номер. Стоять против хорошей триплы в виде Вивера, Чена во вражеском лесу и Винги. То есть здесь, конечно, расклады такие себе нелицеприятные. Ну и Супер на меде против ДС будет стоять. ДС, конечно, будет его харасить, но все-таки ДК это тот герой, который благодаря Драгонбладу будет понемногу... Понемногу, да понемногу, да все комфортнее, комфортнее себя чувствовать. Дает Драгонблад регенной броню. Броня в случае ДС нам неинтересна, потому что Айяншелл наносит Торуон магический и броня его не резистит. Ну вот на топ мне будет любодорого посмотреть. Посмотрите, Дума уже гоняют в собственном же лесу Винга с Ченом и Кентавром. Ну, пока что, по мне, план провальный, вот ДК. Как будут они его приводить в чувство? Я не знаю, два милишника на топе, один из которых тренд, но это ладно. Это хороший вариант. Ага, ну вот нужно было мне первую ФБ пропустить за... Сколько? Простите. За 9 игр, да. Хороший результат, первую ФБ пропускаю за 9 игр. Норм. Пойдет. Ну и Вивер очень сильно харастит на Икс на топе. Не будет давать жить Бернингу нормально. И мне очень, и очень, и очень интересно, чем же будут заниматься здесь ДК, чтобы выправить игровую ситуацию в свою пользу. ДК номинальный фаворит в этой встрече. Очень красиво переиграли они своих оппонентов в прошлой игре, но вот сейчас в этой игре, конечно, что-то не так с парнями из ДК. Тем временем там прилетает твит от аккаунта The International в Инстаграме с фоткой, бинарой и экраном, который сейчас тестирует во лвы, работает, не работает. Вот такая вот история. Бедного Бернинга здесь гоняют как хотят. Топовый результат по крипам команды ДК. Это четвертое место в исполнении Драгонайта. Понимаем, да? Насколько серьезная доминация сейчас происходит здесь от MUFC на самом старте игры. Но опять же, я повторюсь, конечно, очень хочу понять, каким образом будут выпедливать из этой ситуации ДК. Потому что отдавать карту не хотелось бы. Довольно агрессивно играть здесь QQQ. Ну, как бы, не то чтобы агрессивно, он, собственно, в своем лесу здесь ланится, но... Но... Есть такой элемент, который называется Чен Винга. Они, как бы, мешают ему абсолютно. Батрайдер еще один фраг сообразил. Точнее, даже не еще один фраг, а первый фраг сообразил Батрайдер. Сравнивая счет 1 на 11 со счетом. Я думаю, самое время мне просыпаться. Потому что уже начинаем два из двух пропускать. Это уже, конечно, не очень хорошо. Ладно. Угу. ДС, забегание за драгонайтом и... Ливенормор сразу же на ДК бросили, хотя слетел он с него буквально в мгновение. У Вивера же здесь базил, причем, обратите внимание, он активирован. А, нет, не активирован, простите. Уже забыл я даже, как выглядит. Купил себе только что базил и сразу же... Для того, чтобы не пушить, чтобы было возможность здесь фармить. ДС 29 крипов, Батрайдер 26, 23 криповивер. Вот так вот. Три игрока команды MUFC показывают неплохие крипстаты, опережая своих оппонентов с самого начала игры. И здесь еще смок ганг. В инвизе БХ будет ждать, пока он вылезет. Ну, это, конечно, идея очень хорошая, гангать БХ без просветки. Ага, просветка есть у Батрайдера, поэтому забираю свои слова обратно. Надежда, как по мне, у Декана Супера, который должен, должен нафармливать все, что должен нафармить нормальный драгонайт в мидле. И потом как-то это все применить. Тем временем параллельно идет пик в игре Na'Vi против Zenith. Юсефа я там вижу в пике у Na'Vi. Прикольно. Прикольно. Еще один килл, друзья. Да что за прикол. Я что, ни одного килла вам не показал? Вот это поплава. Все, собра, надо собираться. Да, пытается сейчас, пытается, пытается загнать и загонит же. Загонит же. Погоня, погоня под тавер. Что делает Батрайдер? Ну, даст ли, даст ли ласт хит? Должен давать ласт хит. Трек. Ласт хит. Просветка. Минус. БХ будет пытаться сделать что-то здесь. ДК приходит сюда. Еще один килл по трекам. Именно так будут исправлять ситуацию у нас парни из команды ДК. Именно благодаря трекам. Что будет делать здесь супер? Стан. Ботл. Чен тут как тут. Сразу же посмотрите. Армора на ДК. И... Ну, ДС, что ты? Куда ты бежишь? Что ты хочешь здесь сделать? Ничего ты, к сожалению, здесь не сделаешь. Фейзы у БХ и Аркан-тапочки у ДС. Такие вот айтемы. Появляются у ребят. Все это сапоги. Все это помогает бегать быстрее. Что-то просто быстрее. Что-то атаку дает. Что-то дает ману. Ну, я думаю, прекрасно знать о чем речь. Потому что сомневаюсь, что в столь поздний или наоборот ранний час кто-то смотрит игру из тех, кто, увы, не знает, как и что работает. Еще ДС эти забрали. Ну, нормально. Иду на рекорд. Из шести фрагов я вам не показал четыре. ДК. Очередной фраг делают парни из ДК. И теперь можно гнаться еще и за ченом. Вот нужно очень аккуратно супер здесь все делать. Мана у него будет на Брестфайр. Брестфайр. Даблкил. Как отыгрывают ДК? Просто на скеле. Опять ДС прибегает. Ну, никуда не врывается. Потому что понимаешь, что врываться там уже бесполезно. Батрайдер. Давным-давно Батрайдер упирается в лайн, но что-то нет у него даггера. Это прикол. Угу. Пауэртрейдс появляется у ДК. И что самое интересное, QQQ. Хедреска имеет в своем активе. Неужели это будет дум с меккой? Честно говоря, сегодня пару думов было, но я не видел. Я не знаю. Какие айтемы собирают лесного дума. Мекка вполне нормальный айтем, потому что она помогает фармить в лесу. Да и мана есть у этого героя. Почему бы там мекку не поражать? Ну, то есть нормально. Нормальный вариант. А может, наоборот, заготовка. Может, никто никогда не играл думом в лесу с меккой. В общем, фиг знает. Ротк стоит здесь рядом. Будут сейчас они вивера забирать. По мере возможности, посмотрите, срезает ротк курицу. Круто. Чувствуется все-таки серьезный запас по скилу от команды ДК. И Батрайдер дабл дэмэдж здесь подбирает. Нужен плюс один Баунти Хантеру. Ага. Никаких плюс один. Просто похарасил Батрайдера, чтобы тут не расслаблялся. Посмотрите, портает Батрайдера Чен домой на базу. Раз и все. Ну, а там вылазка очередная, пролили кровушку Дарксира. И если уж ДС погибает так много и так часто, то тут уж все понятно. Ну, как бы так много и так часто, это всего два раза, но... Пофидел, пофидел. Ничего не скажешь. У Винтера же на Винге нет сапога. Есть деньги, но нет сапога. Надо бы, Брак, покупать. Полторашка голда у Супера. Думаю, что на Митрил Хаммер он себе копит. Вот-вот еще его будет брать. А может быть и Барабаны это будут одним кликом. В общем, поглядим. Хотя, может и Палатар. Может сейчас он возьмет себе камушек на Инвиз. Как бы там ни было, хочу отметить игру Супера на Драгонайт. Очень хорошо он играет этим героем. Весь турнир, кажется, этим героем он играет. Но раз это так, значит, есть какие-то в кармане еще заготовки у ДК. Вред ли они приехали доходить до финала именно при помощи Драгонайта на Медле. Все мы это прекрасно понимаем. Попытка убить Драгонайта. ТП от Найкса. И все. Ганг закончен. Винга. Будет Бернингрызть Вингу. Минус Винга. Можно попытаться Батрайдера убить здесь. Ну, не знаю. Бернинг так как-то сильно самоуверенно по Firefly пробежал. И поняли в какой-то момент, что стоит ретироваться оттуда. Да, 2-8, друзья. 2-8. Счет на 12-й минуте. ДК впереди. И по голде также. Вот я вам скажу, на 3 тысячи они лидируют. По 4 тысячи еще по экспе. Все это благодаря трекам. И все это благодаря замысловатому думу, который вот-вот еще вставит свои 5 копеек в эту всю игру. Начнет какие-то моменты там обустраивать благодаря своему ульту. Вот, кстати, момент. Ой, какая там драка пошла. Посмотрите, зацепили ДСа и погибает он. Несмотря на то, что успел таки поставить стенку. Вот МОА почти что испытал проблемы сейчас. Еще бы чуть-чуть. Еще бы пару ударов иллюзии Драгонайта. И мог бы отъехать там тренд. 2-9. Игра ДК выше всяких похвал. Очень хорошо играет. Ага, вот такой вот переман от Чена. Переманивают вожака Волков, который, как мы помним, дает хорошую ауру плюс 30 урона. Проделано это для того, чтобы запушить этот Т1 Тавр. Голда нужна всегда. Тавра для этого в помощь, как говорится. И Мекка появляется у Дума. У Дума, которого гоняли в своем лесу. Два хороших суппорта MUFC. Беда. Тавр сбирает здесь Батрайдер. И это таки Лотар. Лотар нарисовался у Драгонайта. Теперь моменты будут еще более интересными. Учитывая, что есть Найк с Армлетом. Но Армлет пока нет. Вот он Армлет. Есть БХ, через который можно делать высадку. Есть ДК, через который можно делать высадку. В общем, веселуха только начинается для команды MUFC. 1300 голды у Батрайдера, кстати, поэтому бы пробежаться. Барабаны появляются у БХ. Совсем скоро будет Мекка уже у ДСа. Буквально через какие-то 300 голды. У Вивера же двушка. Что фармить себе товарищ Дабилю Тиф я пока не знаю. Предположу, что это, возможно, Вангвард. Ну и вот она, высадка. Звездный десант. Трент, я думаю, даже палиться не будет. Хотя нет, Трент спалился. На стрике у нас уже лайфстилер. Ну, точнее, не он на стрике, а просто Овнич идет по карте. В пользу ДК все фраги делаются под треком БАУНТИ ХАНТЕРа. И это существенно облегчает задачу. Ну что? Трек. Дум. Минус вивер. Овнич 2.11. Куча бабла. А Ракон Тапки на Думе. Бутылка Мека уже есть. Ну а здесь опять зажимаются. Или сейчас зажмутся. Ага. Вот так вот. Резкое нападение на Чена. И что? Чену здесь не сдобровать. Чен. Лоу ХП. Ласт хита. Трента. Минус. Берни здесь будут переключать армлеты и все. Убегают. Просто вот что такое доминация? Это когда ты вдвоем с суппортом гангаешь троих и делаешь фраг. Вот у Супера сейчас могут быть здесь проблемы. Правда, скорее у Батрайт работают эти проблемы, чем у Супера. Хотя вы посмотрите. Суперу так избривают его стрих. 449 голда за него получают. Берни сейчас тоже может здесь доиграться. Нужен ему стики. Свап. Бернинг. Минус. Немножечко посыпались ребята. А 4.13 стал счет. Пару фрагов наконец-то делают MUFC. Ну и Мека появляется у ДС. Не знаю, зачем такой ДС на 40G бежит и упирается в крипа. Абсолютно бесполезное применение. Ух ты. Не судьба. Хотел по пожару повесить трек, когда юзнет уже свою ульту Вивер. Но Вивер, наоборот, дождался, когда юзнет трек. БХ. Такие себе майнгеймс. Ну и что? Покупает Винга себе урну. Это хоть что-то. Дабл дэмэдж подбирает у нас БХ. И можно устраивать экшн еще больше. Такой классический приятный БХ, который сейчас будет брать БКБ себе. С огромной доминацией. И видит он пачку суппортов. И все. Можно устраивать экшн. Просит он. Плюс один пати на Рошана. Плюс один пати на Чена. И сейчас все начнется. Ой, боже. Ротка, что ты делаешь? А я вам расскажу, что ты делал Ротка. Он не заметил, как он у него закончил свой инвест. По-моему, проблемы у Чена. Чен юзает лечение. Но Чена таки убили. И очередной трек, что попытка забрать Вивера. Дум на Вивере. Это минус Вивер. Пока что минус 2 от ДК. И парни гонятся дальше. Вингу здесь надо цеплять, как по мне. Хотя, посмотрите, Батрайдера зацепили. Батрайдер пытается куда-то улететь. Утягивает он за собой даже Бернинга. И посмотрите, под Суржом. Неплохо это у него получилось. Но трек снимает все проблемы. Сейчас тут будет Брэсфайр. Ай, как не попал Супер Брэсфайром. Но попадает он с руки. И это минус. Здесь еще и Винга. Просто в момент разорвает Вингу. 4.17. Даблкил. Тотальная доминация от ДК. Любодорого смотреть на команду, которая доминирует с Баунти Хантером. Почему? Да потому что такая команда, как правило, не отпускает игры. И заканчивает довольно быстро. Т-1 Тауэр на Мидлэпс. Забираю ДК. Это круто. Ой, какая драка здесь пошла. Стяжка корней. Просто лондонский дождь. И вот здесь вот могут быть проблемы у ДК. Вы посмотрите, как агрессивно огрязаются МЮФС. Но Бернинг такой, что... Говорит, парни, да удраться. Они меня бесят. Трента потеряли, но не страшно. То ли еще будет сейчас экшен. Ну что, ДК не пойдут никуда. Там мана не у всех есть. Вот тут, думаю, есть уже, собственно, на ульта. Но нет маны. И это неприятная история. Нужно сейчас аркантапки прожимать. Хотя, гляньте, нападение от Баунти Хантера сидит в нем Найкс, который уже юзнул армляд. Инфа 100. Не, не юзнул он армляд. Бред. Так, раз. О, блы-лы-лы. Минус венга. Бежим дальше. Минус Тавр. За Батрайдером. Убежал Батрайдер? Ну да, пофигу. И что, Рошана? Самое время забирать Рошана для ДК. И дума, что Лотара покупает. Боже мой. Два Лотара. Инвиз у Баунти Хантера. Инвиз у Тарента. И только у Найкса нет инвиза, но у него есть ульта. Вообще. Сумеречная команда какая-то просто. Аегис доставит Лайфстилеру, на котором играет Бернинг. И вы знаете, очень нравится мне, как играет ДК. Понятно, что МЮФС не самая сильная команда, но ДК играет потрясающе. Голда. Вот так вот. Больше 12. Экспа больше 11. Нашел и поработил супер сейчас крипа Чена. Я же продолжаю почитывать Виттерок. Там все негодуют из-за паузы, которую прожал админ в игре Альянс против IG. Не знаю, что это было и зачем это было. Ну да ладно. Потом уже будем разбираться мы в этой истории. Пока же давайте смотреть нашу игру. 5-18 счет. Чена где-то там пробревают просто в мгновение ока. БКБ пришлось прожимать зачем-то Баунти Хантеру, видимо. Был там оправданный момент. Ну и нужно ставить точку уже в своей доминации парням из ДК. Все, что я могу сказать. Там сейчас на Медле будет развал. Схождение ДСа. Уже вырубают Вингу. Вырубают уже Батрайдера. ДС там вгорел. Горел-горел, да не сгорел. 5-21. ДК впереди. И шансов в МЮС крайне мало. Ну что, друзья, еще раз напомню, что Virtus.pro против Orange совсем скоро начнется игра. Там уже будет поинтереснее. Задают мне вопрос там в чате, хочется ли мне спать, друзья. Но я думаю, вы можете слышать по моему голосу. Как бы я там не бодрился. Все-таки тяжковато приходится местами. Ну да ладно. Прорвемся. Сенш Драгоннайта. И Даггер у Дума. Что это такое? Небольшое все парит. Почему Армлет не включает у нас Лайфстилера? Ну почему? Все же нормальные люди так делают. Ага, вот сейчас Ротка доиграется. Хорошая стяжка. Стена Батрайверса залетает. Но вот такой тут неждан. Раз-раз зарезали просто. Так, вот сейчас может доиграться здесь Дум. Но вот как-то все-таки проседают ХПшки. Не хватает этих самых ХПшек парня. Ага, Бернер. Пытается кого-то зарезать. Пока не дают ему кого-то особо там зарезать. Чена разбирают ребята очень быстро. Смотрите, Вивер под Думом. Но успел все-таки Сукуши поражать до того, как бросили на него Дум. Но будут гнаться за ним. Посмотрите. Надо, надо. Трек. Трек, медалька. Будут пытаться его как-то пробить. Ага. И успевает Вивер поражать таймлапс. Успевает. Напомню еще раз, что вот такая вот задержка у нас получается. Чуть больше, чем полчаса. Может, минуток сорок. Благо, нагоняет у нас с MUFC свои потрясающие игру и наше расписание. И следующий матч, который мы посмотрим, будет интереснейшая и важнейшая игра. Оранж против Virtus.PRO. Дайгер. Приобретает себе DS. Саша и Яша у Dragon Knight. Ну что, возможно, финальный заход от ДК посмотрим. Что они сейчас применят. Я вот не понимаю, почему ни у кого там нет гема. Наикс покупает себе башер. И там линка, кстати. Вивер. Батрайдер очень агрессивный. Залетает сюда. Посмотрите, улетит сюда же тренд. Лечение чена. Стена, стяжка. Проблемы у QQQ здесь будут. Дум пытается ретироваться изо всех сил. Low HP Дум. И он жив. Мега килл. Мега килл. Unstoppable. Double kill. 3 в 0. Там вот Дум low HP. За ним гоняется Вивер. Даггераут делает Дум. И не словно нахлебавший Вивер, конечно. Все. ГГ пишет Винтер. Браво. Дикей, Виктори. 2 в 0. Победа ДК. Друзья, ну я думаю, минут через 7-10 начнется уже матч Virtus.pro против Orange. Не будем далеко разбегаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...